Сегодня на месте аварии, которая произошла накануне на улице 30 лет победы, работали сотрудники водоканала и дорожные службы. Напомним, вчера произошел порыв на трубе системы водоснабжения. Тонны воды вылились на дорогу и превратили сквер и ближайшие дворы в сплошной каток. Около 10 автомобилей, припаркованных возле домов, вмерзли в лёд. Дворникам пришлось расчищать тротуары от наледи. Вчера вечером по залитым дорогам прошлись тракторы. Они сгоняли снежную кашу к обочинам. В сквере возле места аварии сегодня работала машина аварийной службы. А между тем, сотрудники водоканала называют этот порыв обычной аварией. В комментарии корреспонденту информагентства «Версия Саратов» главный инженер МУП Балаково-водоканал Александр Муравьёв сообщил, цитата, «Никакого серьёзного порыва нет, обыкновенная текущая работа. На водоснабжение города ничем не влияет. У нас их по несколько аварий в день, сегодня делали и вчера. Обыкновенная текущая работа». Конец цитаты. «А вообще сдали нам дома какие? Старыми рваными трубами. Мы все заприватизировали, а теперь вот за всё расплачиваются и собирают без конца деньги». А сайту ГОУ-64 пояснение дал заместитель главы администрации ПЖКХ Владимир Попека. Он также заявил, что на месте произошёл обычный прорыв трубопровода. Причиной этому могли послужить перепады температурного режима, которые наблюдаются в Балакове на протяжении недели. В настоящий момент в многоквартирные дома вода подаётся в полном объёме и без отключений. Аварию удалось локализовать в течение получаса. Но, по нашим сведениям, этим происшествием заинтересовалась прокуратура. О результатах её проверки мы сообщим отдельно.